Сегодня вы увидите игры с самым худшим рейтингом из топа плеймаркета. На самом деле, я думаю, что ты, как и многие, хочешь играть именно в хорошие игры. И никогда не скачиваешь игры с рейтингом в одну звезду. Кстати говоря, такой ролик у меня уже выходил на канале. С рейтингом 2 и 3 звезды, потому что они просто отвратительные! Но я задумался, а что если зайти в топ плеймаркета к самым лучшим играм и выбрать из них худшие? Именно этим мы сегодня и займемся. И как вы можете заметить, на первых трех местах у нас более-менее адекватные проекты с рейтингом в 4 звезды. Но стоило мне спуститься немножечко ниже, как я обнаружил Toilet Only Up 3 звезды. И ровно 3 нерывные клетки у меня останется после этого ролика. Так что сразу ставь лайк и я могу выбрать себе персонажа. Смотрите-ка, ну я хочу самого крутого, но самый крутой персонаж TV Woman, а точнее Плангермен стоит 200 тысяч местных монеточек или 275 реклам. Одна реклама в среднем идет порядка 60 секунд. Вам придется несколько часов смотреть рекламы, чтобы разблокировать этого персонажа. Это безумие. Давай будем играть за бесплатного. Это у нас Камерамэн. И здесь даже есть аж 2 карты. Вау. Что ж, начнем с первой. И это на самом деле будет мой первый опыт в Only Up. Апы, вау, как я быстро бегаю. Привет, ты, наверное, уже знаешь, что тебе нужно делать. Вау, здесь даже есть русская озвучка. Кто такой Арамхов? Я не знаю, кто такой Арамхов. Давай мы сразу тогда приступим. К Only Up, поехали. А могу я как-то ускориться? Ну ты можешь, ты можешь, пожалуйста, ты можешь помолчать? Да пока, все, до свидания. Ты понимаешь, я уже убежал. Видимо, вот это вот наше начало игры. Я должен придумать способ ускориться. И я вроде придумал. Я стал на ноль, один метр быстрее. И, видимо, эта игра совсем для хомячков. По крайней мере, в самом начале здесь практически невозможно упасть. Слишком большие локации. И выглядит все это дело не слишком-то впечатляюще. Но нам нужно подняться в небеса, в космос. Боже, аж игра залагала, когда я решил туда взглянуть. Я на самом деле не сильно-то и понял феномен Only Up. По крайней мере, он был побыстрее. Здесь я пока добегу до чего-нибудь интересного. Я состарюсь и 10 раз умру. Вот смотрите, я уже на протяжении полутора минут здесь бегу. И пока не столкнулся ни с одним сложным элементом. Так, а как наверх подняться? О, нет! Только нет! А где-то нет! Что? Что? Что это значило вообще? Кто орал? Я вообще ничего не понимаю. И, собственно говоря, это непроходимое препятствие для нашего камерамена. Я реально не понимаю, как дальше-то пройти. В принципе, прохода здесь нет. Может, с этой стороны? С этой стороны тоже про... Аааа, вот здесь у нас проход. Я понял. Здесь, получается, даже есть некий элемент головоломки. Хотя и такой, максимально скудный. И челленджа я здесь не вижу, как и интереса. В принципе, замените этого камерамена на абсолютно любого другого персонажа. И ничего в этой игре не изменится. Вот я собрал первую звездочку. Вау. Получается, одну шестую этой игры я прошел. Фантастика. Левай. Ну, даже не знаю. Если вы фанат онлиапа, вам может понравиться. Но для меня действительно на троечку. Поэтому я еду дальше к следующей игре с трехзвездочным рейтингом. Здесь разрабам впадало было даже текстурки рисовать. Поэтому они взяли текстурки из Майнкрафта. И мы должны навешивать различные кирки на эту штуку. И таким образом копать. Это самый странный симулятор копателя в истории. Это все, что я могу здесь делать? Просто копать вот таким вот образом 10 часов. Вау, заработал 300 долларов. Вы серьезно? Окей, покупаю еще кирки. Совмещаю и получаю каменную кирку. И вау, вау, вот это да. Давайте еще вот это сюда налеплю. И теперь я копать буду гораздо быстрее. И эта игра могла бы быть интересной и залипательной, если бы целая куча. Но, о, мы даже можем медь или бронзу добывать. Я, если честно, в Майнкрафт уже тысячу лет не играл. Поэтому я не знаю, что это за блоки такие. Но, по-моему, деревянной киркой мы эти блоки не должны добывать. И я могу сразу за рекламу разблокировать себе убер-дупер-мега кирку. Но я не буду этим заниматься. Давай-ка я лучше пообъединяю эти кирки и получу что-нибудь интересное, что-нибудь новенькое. Так, объединяем. Раз, два. И мы сразу получаем золотую кирку. Так золотая кирка вроде как хуже, чем железная. И, опять же, я очень давно не играл в Майнкрафт. А, опачки. Так, я могу еще вот так объединить. Так, это гораздо интереснее. И золотая кирка гораздо эффективнее здесь по какой-то причине. Я не знаю, по какой. Я сейчас попробую золотой киркой добыть золото. Если у меня получится, это будет чудесно. Нет, я проиграл. И, в принципе, зная, что там находится в топе плеймаркета, я не понимаю, почему конкретно у этой игры рейтинг настолько низкий. Разве что из-за рекламы, которая здесь после каждого клика. И смотрите-ка, я могу скрафтить еще алмазную кирку. Так это же... А-а-а! Почему она не прицепилась? В смысле? Я скрафтил алмазную кирку, чтобы ей даже не воспользоваться. И меня сейчас опять заставят смотреть сраную рекламу. Нет, это не смешно. А, нет, все-таки я смогу воспользоваться своей замечательной алмазной киркой. Но, возможно, я даже смогу сейчас скрафтить себе новую кирку. Из чего она прозв... Да барби кирка какая-то. Почему она розовая? Я в Майнкрафте не припомню розовых кирочек. Так или иначе, продолжаем крафтить. В принципе, здесь очень часто надо все это дело совмещать. Зато сейчас я получу настолько супер-дупер-убер-кирки, что мы уничтожим эту локацию просто за секунды. Так, у меня будет одна алмазная, одна розовая, одна железная и одна каменная. Это фантастика. Вот это сейчас будет мега-разрыв. Я доберусь до золота сейчас. Я 100% до него доберусь. Да, я добрался до золота и я добыл все золотые блоки здесь. И у меня еще, в принципе, осталась мощь, чтобы я уничтожил все остальные блоки, вообще не напрягаясь. Ну, практически всю локацию я смог уничтожить. Если бы у меня была еще одна розовая кирка, я бы победил. Так или иначе, игрушка не сильно меня впечатлила, но все-таки я не понимаю, почему у нее такой низкий рейтинг. И также я не понимаю, почему у подобных игр такой высокий рейтинг. Посмотрите, 5, мать его, звезд. И при этом игра выглядит вот так вот. Это официальный скриншот. И я в это не верю. Я скачаю эту игру. И этот пятизвездочный шедевр даже не запускается. Он сразу же сбоит. Я даже не могу добраться до меню, чтобы вам показать, насколько плохая эта игра. Рейтинг там накрученный. Вот еще раз посмотрите на этот замечательный пятизвездочный кадр. После чего посмотрите на этих милейших котиков. И у них рейтинг 3 звезды. Как такое возможно? Все же любят милых котиков. Ну ты посмотри на эту милейшую игру. Но она же замечательная. Она мне уже нравится. Хотя она, наверное, супер-мега-казуальная и простецкая. Но она уже выглядит лучше, чем половина игр в плеймаркете. Так, а что дальше? А, я просто должен заполнять поезда. И все. Ну, в принципе, да, это очень простая игра. Но она не заслуживает настолько низкого рейтинга. Это же элементарно. Стоп, а как? А как? Интересненько. Я не могу полицейского. Аааа, вот так вот. И теперь я могу как раз-таки всех погрузить. Но это такая достаточно интересная головоломка будет. Но конкретно мне подобные игры надоедают, наверное, минут за 10. Я вот буквально еще бы один уровень этот прошел. И все. Ого, они там в лежанке сразу толпой сидят. Вот, нифига себе. Что ж, отправляем этих сюда. И, блин, а я не могу того Челикса отправить. Вот таким вот образом я его отправляю. И уровень пройден. Но здесь даже интересные головоломки. Неплохая игра. Почему ее так занизили? У некоторых игр в топе вообще рейтинга нет. И не зря. Такой помни вы еще никогда не видели. Даже на моем канале. А на моем канале вы видели много разных помни. Впрочем, здесь и Каин выглядит. Но вы сами видите, как он выглядит. Боже мой, Каин, что они с тобой сделали? Но так как у этой игры нет рейтинга, играть я в нее не буду. Я поиграю в фиолетового монстра хоррор игра. Три звезды. Аааа. Ха-ха-ха. Я все понял. Здравствуй, Гримас. Давно не виделись. И не просто так. У него есть история. Просто видосы с Ютуба. История. Классно. Так, что еще я могу здесь делать? Там я вижу кенгуру из Банбана. И радужных друзей. Окей. Ааа, это просто набор мини-игр. Я понял, почему у этой игры такой низкий рейтинг. Это гребаный скамори скин. И здесь даже скибеди туалеты есть. Смотрите. Гримас против скибеди туалетов. Где вы еще такое увидите? Окей, выберу какой-нибудь последний режим. Ну я... Я же зашел в эту игру. Я должен в нее поиграть. Хотя бы один уровень. Еще бы она вот так вот не зависала к чертям собачьим. Было бы еще лучше. Но она отвисла. И да, это Гримас против скибеди туалетов. Причем очень странный какой-то геймплей здесь. Плюс 10 Гримасов против скибеди туалета. Там еще музыка с авторскими правами на фоне включилась. Мне придется ее заменить. Так, еще плюс 10. Хотя, наверное, стоило их умножить. Это было бы логичнее. Не подходите, пожалуйста. И это гиперказуальный трэш. Все, все Гримасы в атаку! Я не верю, что я в это играю. Это настолько плохо. Что за... Какого хрена я сейчас видел? И мы разблокируем оранжевого Гримаса через уровни этак 5. Нет, спасибо. Ай, теперь я могу прокачать его. Вау, здесь есть красный Гримас, зеленый Гримас, оранжевый Гримас, желтый Гримас. Фантастика! Пусть разработчики в эту игру и играют. Разблокируют всех Гримасов. Но я нажимаю кнопочку удалить. И, наконец-таки, игры про гребаные болтики и гаечки получили то, что они заслуживают. Три звезды. Играть я в это не буду. Лучше я поиграю в Grand Theft Black Playground. Жесть! Я уже, на самом деле, показывал различные скам по GTA 6, но эта игра слишком меня забайтила. Я обязан в нее поиграть. И, глядя на это меню, я более чем уверен, что у этой игры рейтинг в две звезды. Просто нам его не показывают. Такие, какие здесь есть персонажи? Вау! Здесь есть Синий Человек-паук. Именно Синим был автор, когда разрабатывал эту игру. И здесь есть какой-то бирюзовый Джекс. Окей, я хочу поиграть за Джекса. Я могу его выбрать. Я могу его выбрать. Фантастика. Новая игра. Король горы. Чаптер 2, чаптер 3, чаптер 4 разблокируются через сутки, двое, трое. По какой-то причине. Я не знаю, почему именно так. Я не понимаю, почему эта игра называется Король горы. И я, наверное, должен бежать быстро. Но почему-то я не могу бежать быстро. В меня кидаются какими-то мотоциклами. А при чем здесь GTA 6 вообще? По факту здесь сейчас Джекс уворачивается от велосипедов на какой-то рампе. Что вообще за бредятина здесь происходит? Кому это вообще в голову пришло? Я знаю, что в GTA 5 вроде есть какие-то мини-игры. И там происходит подобное безумие. Но вряд ли мы будем заниматься тем же самым в GTA 6. Либо эти разработчики знают что-то такое. Чего-чего не знаю и я. Окей, на самом деле это не очень-то весело. И я думал, что здесь может быть один, два уровня. Но нет, там прям дофига уровней. Мы дошли только до третьего. И в нас уже кидаются машинами. То есть дальше будет еще хуже. Я попробую чуть попозже намеренно проиграть. Что будет, если они меня снесут? Сейчас меня немножечко задело. И дальше в меня будут кидаться елками новогодними. Офигеть. Окей, попробую дойти до пятого уровня. И мне кажется, что здесь бесконечное количество уровней. Потому что вот мне опять кидают мотоциклы, велосипеды, елки. Я думал, что каждый раз будет что-то новое. Но нет, давайте мы попробуем сделать так, чтобы меня сбили. А, меня просто будут отбрасывать назад. А что, если я попробую выйти за текстурой? Это возможно? Ну, в теории, да. Давайте я попробую реально выйти за текстурой. Там, кстати, играя половина елок просто за кадр улетела. И бам. Нет, это не весело. Это не GTA 6. Дальше у нас идёт Brain Puzzle. Игра с трёхзвёздочным рейтингом, в которую я боюсь играть. И, как вы можете заметить, не просто так. И, по-моему, здесь есть отсылочка на One Piece, глядя на эту шляпу. Но я One Piece не смотрел, поэтому не знаю. Окей. А... Вот сразу. Мы сразу начали с чёрных квадратов. Боже мой. Малевич охренел бы. Окей, теперь она измазывалась в говне. Я должен её помыть. Ну, вроде это звучит не так уж и плохо. Уровень пройден. Мы просто её... Боже мой. Я должен поднять температуру, чтобы... Появились чёрные квадраты. Как эта игра оказалась в топе... Боже... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я пойду, вот тоже три звезды поставлю. И... О, боже мой. Это самая странная игра по цифровому цирку, которую я только видел. Я прям вижу, как автор абсолютно бухой. Бухой, я не знаю, бьётся головой об клавиатуру. Не может набрать слова «игра». И просто... Я не понимаю, как подобное может оказаться в топе плей-маркета. Но оно оказалось. И это скам-игра, судя по весу в 12 мегабайт. Поэтому играть мы в это не будем. Как, собственно говоря, и в игру про раскрашивание альфа-бет лора. Но он же прям вообще уже не актуален. В принципе, неудивительно, что у этой игры рейтинг в три звезды. И также не сильно удивительно, что у следующей игры рейтинг тоже в три звезды. Но в неё мы поиграем. Здесь мы должны расквасить злое яйцо. И, по-моему, это птенчик. Это не яйцо. И мы видим, собственно говоря, это яйцо. И давайте мы просто шмальнём в него вот этим... Вот этим... Что это такое? А ну-ка, бамс. И... Мы его уничтожили. Вау. А что, если мы его не заденем? И... Игра вылетела. Вау. Ещё меня пугает, что с таким набором текстур она загружается около минуты. Ну что они там грузят? Петуха этого? Так, теперь тут два петушка. Давайте я возьму и намеренно проиграю. А ну-ка, что будет? Вау. Вот это, да. Ещё вот этот звук. И я вам буквально не могу показывать экран этой игры. Потому что он весь в рекламе. Ладно, давайте я их уничтожу. И бам. Мы опять выиграли. И опять мне придётся смотреть целую тонну рекламы. И слушать. Хлопил, хлопил, хлопил. Да, ваша игра не заслуживает трёх звёзд. Она заслуживает одной звезды. Здесь даже нет никакой сложности. Мне буквально каждый раз подсказывают, какой формы мне нужно нарисовать объект. Боже, ну вот эта игра прям совсем для дебилов. Я уже, собственно говоря, чувствую, как я превращаюсь в этого самого дебила. Так как топ плеймаркета буквально закончился. Я просмотрел его целиком. И даже в конце топа плеймаркета мы видим игры с рейтингом в 4 звезды. И они гораздо лучше, чем то, что мы сегодня видели. Вы же ставьте лайки, чтобы вам попадались только хорошие игры. Не забывайте подписываться на канал, чтобы я уберегал вас от плохих игр. И не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.